Доброе утро! А в деревне сегодня снова дожди. Всю ночь дождик по крыше. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Вспалось вообще прекрасно. Но зато в огород не войдешь, как вовремя мы убрали морковь. Пахать сегодня обещались. Не знаю, приедут, не знаю, нет. Будем ориентироваться по погоде. Но вязать я сегодня точно буду, потому что мне надо довязать носочек. Я носочек не довязала. Ой, вы же посмотрите, калина после дождя. Какая красота! Сколько здесь зимой птичек-то будет? Как Тамара Петровна мне скажет, что я буду в окошечке глядеть, поглядывать. Ой, прелесть! Посмотрите, вот эти капельки. Поэзия! Так, Ветер, подожди, дай сделать фотографию. Ну, ты, вахты, паразит-то такое! Играет вот. Как только выйду, играть ему приспичивает. Дом сижу, не играешь. Так, ладно, я рукой помогу себе нокоть. Кусточек подоржу. Калина красная. Так, это вот тут вот что-то в кадр ползет. Давайте-ка поищем другой фрагмент. Вот этот вот красивый фрагмент. А как я его подержу? О, калина вызрела. Я у залёточки. У нас в деревне пели сничачая. У залёточки. Характер вызнала. Характер вызнала. А я вышла по яблочке. Наберу сейчас яблочек, потому что мы или сегодня домой поедем, если огород спашут сегодня, а если будет дождик и не получится, то завтра. Спашут огород, и мы поедем. Пустенькую запомните? Курочка, что ли, накакала там? Скоро будет полненькая. А жёлтенький наш же красненький у соседей взяла. У нас замечательные соседи. Так, для картинки. А вот эта вот красненькая, аж зелёной веточкой. Сейчас буду носки, ну, не довязаные, маленькие носки фотографировать. В общем, мне это всё понадобится. Ну, скажите, ведь поэзия. Вот эти яблочки зелёненькие, это не Антоновка. Это я так думаю, что Антоновка, это какие-то, Серёжка говорит, конфетки, что ли. А может, они конфетки. Он пойдёт надо мной, маленько подскрыливает, смеётся. Пользуется тем, что я не деревенский человек, в деревенской жизни я совершенно ничего не понимаю. И меня кое-где маленько это. А я не обижаюсь. Я не обижаюсь. Если что, всегда можно спихнуть на то, что, ну, а что ты взял возьмёшь? Скрали. Он понял, что я ничего в деревенской жизни не понимаю. Вот. И подшучивает. А мне только на руку. Я маленько секу, жизнь деревенскую просекаю. Но под деревенскую, ой, под городскую краль ещё косю подкашиваю. Прелесть. Держать тяжело, дичь он. Делаю фотографию. Ой, пойдёмте по яблокам пройдёмся. Так, яблочный обход мы обязательно сделаем. Давайте сначала фотографию. Мало того, полчаса раскладываю. То веточка в кадр входит. Тоже красиво. Ну, ты чё же? Стесняйся ты. То вот это яблочко не вошло. Ага. Спасибо, дорогая. Спасибо. Я когда делаю фотографии, я забываю абсолютно обо всём. Иногда как-то мгновенно всё получается. Иногда вот так вот. Хочется, чтобы листочек выигрышный. И то, и сё. В общем, носочки получаются обалденно. Так, яблонька, ну шо ж ты моя хорошая. Это как будто нарочито поставили яблоко, да? Сначала думаешь, как сфотографировать, потом какую фотографию выбрать. Так, в общем, один носочек связал, но он ещё и это, как сказать, не ВТОшный. Как мне нравилось, так мне и нравится. Изумительное. Они универсальны, что женщинам, что мужчинам, но у меня вот мужские они будут считаться. Изумительное. Начала второй носочек. Если сегодня уедем, то, конечно, не успею довязать. Ну, в городе довяжу. Если уедем завтра, то успею довязать. Мысок, кстати, тоже решила без махерчика. Резиночка, пяточка и мысок без махерчика. Прелесть. Я вот, ну, всякие у меня сочетания пряж были, но как мне нравится вот это, это великолепие, великолепное. Еще брала голубой джемпер. Не рядочка. Я не люблю прыгать. Вот носочки уже довяжу, тогда на джемпер перейду. Хочу капельки показать на яблоки, но и так, и так подхожу. И не знаю, как. Так хорошо, но бочком. Оду спеть деревенской поэзии фотография. Так. Вот вы у меня, наверное, не войдете в фотография. Хотя желтенький листочек, зелененький листочек, ну как не войду. А как, Танюх, ты дура, что ли? Нас не взять в фотографии. А вот притаились красавишны. Тоже с капелькой. Умыл вас дождик-то ночной всех. Вот она, поэзия. Ага, подошла яблонька, зашепталась, зашепталась. С ветерком. Вот как можно быть такими красивыми и такими невкусными? У нас раньше райчики, мы прям варенье с вешечками из бетончика. Ты понимаешь? А сейчас вот, в виде тока, они вкусненькие. Они прям буквально с ноготок. Яблочки-то. Я как увидела, думаю, ой, райчики, варенье. Ну как мы это раньше в детстве называли? Варенье с наварю. А их здесь ведь видимо-невидимо. Видимо. Это чего такое? Невидимо. Дерево-то большое-пребольшое. Они такие прям вот, ну, я не знаю, кисло-горькие, невкусные. Ну, хоть за фотографию спасибо. И за разговорчик. Эх, разговорчиво. А тут вообще какие-то желтые, они еще не поспели. А вот тут вот поспели. Разницы никакой. Ну, в общем, за картиночку спасибо. Пойдемте в кадр. Вот видите, какая большая красота. Название не могу сказать. Усыпанное. Усыпанное малявочками. Ну, прям, вы знаете, и сахар не спасет. Как дуб стоить. Ой, а там вдалеке, может, солнышко. Может, зря мы дожжато боимся. Вот такое небушка. И переходит вот в такое небушка. А там на горе мой залетка живет. Ой, за все яблочки, которые я не смогла сфотографировать с росой, вот это яблочко нам щедро покажет. С легким паром. Или как там, мы из душа. Какая прелесть, а? Как тебе подползти-то, я не знаю. С какого ракурсочка у тебя шелкнуть. Прелесть. Прелесть, прелесть, прелесть. Прелесть, прелесть, прелесть. До следующего приезда. Довисишь? Осеннее мое чудо. Скажет, блогер приходит и всем мешат. Всю идиллию деревенскую. Извините. Вот висите вы здесь, никто красоту не видит. А это мне напишут, привет из Греции. Посмотрят на такую красоту. Напишут, привет из Греции. Скажут, привет. Привет из Израиля. Скажут, привет. Девчонки, откуда еще привет-то у нас? Отовсюду. Ребята, сижу, никого не трогаю. Трактор едет пахать. Такой контент пропадает, такой контент пропадает. Я скорее-скорее виза не бросила и на город. Эх, хорошо пошло. Давай, землица. Отдохни, милая. И на следующий год нам опять вкусняшек подаришь. Спасибо тебе за все, что уродил в этот год. Вот какие вы луны-то у нас. А по весне культиватором будут проходить. Если я что-нибудь опять не так брякнула, простите меня, городскую кралю. Как все виртуозно-то. Трактор задом-задом подъезжает. А вот там где контент, да? А вот там контент. Около тропочки здесь прям очень сложно пахать. Вот и все. И замечательный участочек, Сергей Владимирович. Пойдемте в кадр, Сергей Владимирович. Не хотите, ладно? У меня папочка на таком работал. Виртуозно, кстати, работал. В экскаваторщик был. Тракторист высшего какого-то там высшей категории. Про него все в газетах даже писали. Ну-ка, землица, миленькая. Да, родная. Сколько бы городов не было построено, а без тебя, миленькая, ничегошеньки не будет. Кормильца наша. Земля здесь как асфальт. Вот. Будем компостом исправлять ситуейшн. Прямо представляю, что я жена-председатель колхоза. Поднимам целину. Ну, так не смейтесь уж сильно. Поднимам целину. Не, какой-то такой подскудный голос говорит. Это надо тебе, Танюк, все на шестом десятке. Надо. Надо. Тут беседку поставим, тут шашлычную, тут три кустика картошечки посодим. Ха-ха-ха. Вот видите, как в деревне весело. Сижу. Я бы наврала, что носки вязала. Я же салатик делала. Салатик делала, салатик делаю-делаю. И трактор. А мы то ли приедем, то ли нет, потому что так вот сейчас развеяло. А дождик был. И я скорее телефон в руки. Тракторист сейчас скажет, что за дура. За мной с телефоном бегает. Второй участочек сейчас будут пахать. А я там Викторию посадила. Надо отвоевать. Но Сережка знает, он это, разрулит. Он разрулит. Ой, лепота, сердце радоваться. Сижу я за своим столиком тут, с гвоздочком. И прямо, вы знаете, как это сказать? Вот бывает у человека, когда он там, я не знаю, на какие-то моменты, у каждого человека свои, да? Когда как-то легче дышать. Вот мне кажется, сейчас землица легче дышать. Я уже за трактором не бегаю, а то скажешь, ну что она пристала ко мне, а? Дурочка с телефончиком. Вот. Ну ничего. Год второй, третий, все привыкнут. В нашей деревне все привыкнут к блогеру. Ой, господи, так, жизнь зато весело. Посмотрите, как интересно. Деревце одно, половинка желтенькая, половинка зелененькая. Вот так вот бывает еще. Какой денечек стоит, опять утром напугал, а мы не спужались. Он понял, что мы не спужливых. Говорит, дай-ка я тогда уж хорош погоду включу. Спасибо тебе, природа. Большуще. Трактор пашет, а кое-где выпрыгивает картошечка. Вот, а собирала-то ее я, понимаете, ведро набрали со всего участка. Сейчас пахать закончим, сережка чувствуется, подколет. Вот, где пригодится, что я городская краль, ничего не знаю, собирать не умею. Вот это надо саранск взять. Ой, прелесть. Я тебя всю возьму, крутавешечка. Так, Виктория моя прижилась. Старенький, кто пишет, надо убрать листочки, кто пишет, пока не убирайте первогодочки. Самое главное, что она прижилась, моя умничка. Поэтому я пока убирать не буду. Два рядочек у нас. Так, девчонки, короче, сережка нас собирала вот это витро, вот это витро, чтобы он сейчас меня не ругал, что я плохо собирала. Вот, я сейчас первая на него наеду. Потом скажу, это кто так не глубоко копал-то, а? Это кто так не глубоко копал, чтобы я не могла собрать, значит, вот столько вот картошки, а? Кто так не глубоко копал, Сергей Владимирович, а? Ну, кто как? Каждый год так. Вот, я тут боюсь, боюсь, а? в деревне все спокойно. Каждый год так. Ну, а раз вспахали, можно уехать на несколько дней в город. Потом опять дела, чесночок сажать, ну, тут в деревне всегда дела, они, в общем-то, не перестают. Ну, на несколько дней мы в город, а потом опять в деревню. Так что, до новых встреч, Ани. Описательно. Будут. Носки я довязала. Как правило, мне нравятся все носки, которые вот, ну, связаны. Какие-то больше, какие-то меньше. Но, вы знаете, эти вот особо какие-то, ну, понимаете, станцевались, станцевались эти две пряжи, влажные еще, сырые, сухнут, станцевались. Сейчас прям показываю все, потом буду отсылать к этому ролику. Gazal Happy Fit 3261. Все расцветки 2-ой волны просто великолепные. Я уверена, что они есть во многих магазинах, они, эти пасмочки, но я брала в магазине так, не пьяней, про клубочки. И вот этот махерчик, цвет 64432. Я во многих роликах говорю, но обязательно спросят. Вот я, мы готовимся, сейчас, видите, сокнем, готовимся к делам вязальным. В делах вязальных я покажу готовые носочки. Может, сохраню этикетки, может, нет. Вот сколько осталось, это мне еще прям пойдет, пойдет куда-нибудь. Ну, в общем, пойдет. Изумительные. На пяточке нет махера, на мыске нет махера, на резинке нет махера. А вот здесь махерчик есть. Они почему-то, вот в телефон показываются, какой-то, много сиреневатости, какой-то, немножечко женский налет. А так они очень-очень благородные, мужские. Да они вообще универсальные, конечно. Вот так вот. Мы покажемся в делах вязальных. До новых встреч. Это уже носочки говорят. Я тоже какой раз в этом ролике, не знаю, произнесла это. Они обязательно будут. Самое главное. Правильно? Главное, что встречи будут. Все остальное ерунда. Субтитры подогнал «Симон»